Итак, я настраивался на этих сингалистских работорготцев. Сейчас догоним их и грохнем. А потом, возможно, мы займемся этими рыцарями-авантюристами. Что это она там рассказывает? Пообщайтесь с вашими богами. Да не будем мы ничего этим ударникам говорить. Пусть бегут, может кого-то застрелят. Ну вот он. Ну нет у него ничего. Всё. Это плохо. Это мне не нравится. Ударники звенят и громкий голос певит. Припев. Классно, мне нравится. Не попал. Ух ты! Собака опять. Ну, с этими ребратами тут надо по-другому. Наемный всадник хоть с мечом и с копьем. А этот без ничего. Одну копью. Не, не годится так. Ну, конечно, всадники выйдут. Куда как-то. Ну, конечно, всадники выйдут. Куда как-то. Что мне говорить? Копью это хорошо, конечно. Ну. Прям в печень ей. Ей не хорошо. Ей очень не хорошо. Вот это они мне врезали. Мне ничего не скажешь. Да. Прозевал я как они заспал. По-казаковой валеристами смотрел. Ну, ладно. Мне не нравится, что у него нету одноручного. У этого, у этого самого улана. Что значит копью? Ну, что копью? Где этот улана? Надо его найти. О, воин куброти. Мяч есть меч. не может вообще вот эти копейщики тоже неправильно сделаны понятно что тут всенгалийские усадники хоть у кого-то из них есть мечи у этих всенгалийских усадников а тут я так понимаю что ни у кого нет у этих уланов одни только эти самые копия и все это же не серьезно что то я не вижу этих уланов что то нет копейщики не катят если бы у него было одноручное оружие он был бы хорош конечно всадничек такой приличненький но так как у него не но если его сбить с коня что он будет делать то он же просто погибнет и все тупо с этим копьем наручного нету кавалерист убит наемные всадники надо было просто сделать из двоих одного и него не морочить голову не надо было делать этого самого улана надо было просто сделать одного хорошего всадника с копьем и с мечом наемных всадников наемных скаутов наемные всадники наемные всадники хорошо справляются хоть исток слабые но они справляются хорошо кавалерист так убивают от всадников наемных не особо хоть вроде и слабые так мы имеем всего 14 пленных ну и всадник я же говорю мучить копейщиков будет будем делать поменьше надо мечников наемные всадники конечно ничего такие ребятки вот там как бы не смотри на статы а все таки вот смотришь вот на поле боя а он все таки всадник убивает а потеряли мы еще не фига а вот он с мечом со щитом да все таки всадников надо делать наемники нужны всадники хороши ничего не скажешь конечно они дороже стоят уланы дешевле и вроде как лучше и в эти самые пендерские воители коны ну все это ерунда против рыцарь конницы например против рыцарей льва они конечно не потянут или даже равенстернских рыцарей они не потянут рыцари посильнее будут так все ну и вот смотрим пендерский легкий улан раненый раненый пендерский конный воитель ранен кавалеристки убиты кухти сокола 7 убита наемные всадники убита 2 ранено 2 пендерский кавалерист убитый наемный скаут убитый ну вот так вот так продолжить атаковать всеми силами всех сразу раз и ударники не стрелять потому что мало стежком плен все очень мало пленных мы с такой бригадой обычно уже я привык что много пленных а это вот синхолийский всадник убит кавалеристка да я уже от них избавлюсь от этих кавалеристок ну то ладно пусть пока будут наемные всадники наемные всадники неплохие совсем так и и это и 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 Ммм, длинный садник, меч, щит, одноручный длинный меч или двухручный меч. Ммм, да. Да, наемные садники все-таки у нас будут, тут ничего не скажешь. Удачный юнит, удачно сделанный такой-то. Эти конные арбалетчики, все эти, все это прекрасно, все это бестолково. Субтитры создавал DimaTorzok Двадцать человек, нормально. Субтитры создавал DimaTorzok Ммм. Не таковы от всех Ну все, ударникам уже ничего не будем командовать, потому что их осталось трое Пусть уже как-нибудь защищаются Да жаль, мне так расстроиться за этих уланов, жалко, но не надо было делать такого всадника Надо было ему дать что-то одноручное, хоть что-нибудь Поэтому копейщиков мы делать не будем, но если что-то там получится где-то в замке какие-то копейщики Такое пусть будут, а делать специально мы их не будем Так само как вот наемных сержантов мы не будем делать Так, дело меча, дворянка, воин, бронированный секирщик, ополченец Обученный ополченец, легкий пехотенец, имперский тяжелый и бронированный пикинер Понятно, что всех кто стреляет мы брать не будем, потому что у нас есть пендерские бронированные лучники Все, боевой конь с краснокожаной попоной Броня 54, нормальный конь, норовистый боевой конь Вот это сейчас может кому-то заменим Коней Назад уйти Посмотрим, кто у нас тут есть, кому надо бы заменить лошадь Сыр Алистер, поговорим с сыром Алистером А на ваше снаряжение Ну, сыр Алистер, боевой конь сжат Броня 40, скорость 41, а здесь боевой конь У меня, так, а норовистый чем отличается, а не чем Сил, у него большая жизнь Вот так, норовистого Алиса, понятно, все, у Алисы тут все понятно То у нас осталось только 3 конных Только 3 конных этих самых На, только 3 конных Ударника Ударника Ну, все, вот у нас еще есть налетчики Вайнскери, которых мы сейчас просто тупо побьем Зачем, да? Да не, не будем мы их бить, потому что у нас 84 пленных, которые надо продать Поэтому мы поедем в замок Нудар Отдадим здесь, не будем Имперских бронированных, ферцвейнцев этих отдадим Угу Разместить гарнизон Наемный мечник Имперский бронированный Имперские тяжелые, ферцвейнские Всех отдадим Расправились Ну, не знаю Пока что Дворянка Наемный воин Наемный всадник Наемный скаут Ну, так вот оставим Пендерский легкий улан Я не знаю, уланы Нет, уланы, наверное, все Пендерский новобранец Пендерские копейщики Пендерский пехотинец Берем мулан Ну, отдадим этого улана Ну, я думаю, что улана у нас больше не будет Конный воитель тоже Отдадим Не будет у нас уланов Копейщики эти пендерские Неправильно это Тяжелых копейщиков попробуем сделать Это самое Попробуем, что управление замком Назад уйти Посмотрим, что будет из тяжелых Может, тяжелые копейщики Будут что-нибудь из них толковое Неудачный этот юнит Конечно, вот этот Боец этот Улан Пендерский Неудачный Очень неудачный Все Если успешить, то шоу? Ну, спешу я его И шоу С этим копьем Ну, все Надо начинать с кем-то войну Если сейчас это самое Я не дождусь, что Так, посетить Таверную Если я не дождусь, что Эти, как их Начнут войну Я, правда, не знаю Как я поступлю Я даже не знаю Потому что, ну, это каждый раз Это все превращается В неизвестно шоу Каждый раз я вот это вот Бьюсь за то, чтобы Заплатить армии Заплатить гарнизону И опять все По новой По новой По кругу Я не развиваюсь Абсолютно Да, я возьму тебя Странница На торговую площадь Я абсолютно не развиваюсь Совсем Боевую конь С красной кожаной попоной Все Остальное Все продаем Вот эти Норовисты имперские Вот эти все Топоры Все это Вот это вот Продаем Так Назад И с разными товарами Купим разных товаров Все Назад Уйти Да не Ты не догонишь меня И не гонись А я с тобой сейчас не буду связываться У меня еще армия Не полностью выздоровела Да и людей у меня Наверное маловато Кавалеристов мало Когтей совсем мало осталось Ну и слава богу Когти еще появятся Санитарные в Трагмар Построились Ого А это было полностью Отремонтировано Ну вот Осталось Третий Вот это и все У меня осталось Только три Конных Ударника Пеший ударник Компания авантюристов Которых сейчас я накрою Я так думаю Наемный арбалетчик На торговую площадь Торговая с оружием Ну оружием У нас Новым не удивят Потому что у них У них его просто нет Это уже надо Какие-то шахты Там Азиза Аля Азиза Или кого там Чтобы получить Какое-то оружие Так Все Уходим И нападаем На этих ребяток У них есть Наемные воины Кавалеристки Странствующий рыцарь Все Поехали Нападаем На них Отлично Значит Я первый влезу Все Атаковать Ами силами Все Вперед В атаку Чтоб этот гад Не урезал Ну Пендерский Пехотинец Нормальный Пехотинец С копьем И с мечом А почему Что это самое Я же Не Ладно Копейщик Негодяц Утопическая Линия Такая Надо было им дать одноручное оружие Все Ухей И ударился В нем Этот рейнджер убил странствующего застрелил скорее всего застрелил так все наемных воинов возьму и кавалеристок осетям благородного рейдера еще возьму вот этих всех короче хотя можно было бы этого благородного рейдера не брать нужен он пехотинец мечник 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 готово едем дальше едем каких-нибудь может змей поймаем заспаунились отчаянные дорожные я не хочу объявлять войну этой империи мне не нравится у них не это самое не расположение не тайну и далеко до этого самого как его называют а ну тяжелого копейщика посмотрим тяжелый копейщик пендерский мечник кавалеристов сделаем господи пендерский кавалерист вот здесь пусть будет ничем не хуже чем других кавалеристы ну все я же решу тут не нравится если объявлять войну мне надо объявлять войну дэшар они очень сильны если бы империя им объявила войну они сейчас вот фракция дэшар воюют они с алионом сражение стеки скоро война закончится перемирие вообще зачем я это все делаю надо взять этих вот этих они мне не нужны если то зачем я буду их ну ладно пусть я проверю этого копейщика в битве что он у себя представляет впереди когтей кину посмотрим этих копейщиков всех туда я знаю может у них одноручная есть но этого улана одноручного нету у меня абсолютно бесполезный ну как ну не ну на хорошо конечно пока он на коне может этим с коня этим а как он окажется на земле без коня шоу он все он добыть а его тут же убьет какой-нибудь крестьянин дубинкой интересно посмотрим как тут этих кого там лорда кассия сейчас сингалицы разберут лорда кассия подруг для ополчения земли пендерский воитель пендерский пехотинец пендерский мечник смотритель шериф может я не прав может и надо было бы этих самых этих уланов я не могу содержать короче воинов-солдатов которые мне не нужны в общем они так и тут один к одному и неизвестно смогут ли эти сингалийцы разобрать но я помогать им не буду пойду найдут других он бандитов каких-нибудь начинаешь помогать ты уже ничего не получишь не пленных ни пленных ни лута так хотя тут такую лучшую из-за лута вступать в битву не стоит конечно первый баннерет марлеона король удрих нанял а они захватили этот самый марлеон да ну нанял он и шва ну да все не вмешиваться первый баннерет марлеуна а это хорошо они все еще от меня бегают еще не пытаются от меня убиться покончить здесь самоубийством как сингалийцы мало ненавидят еще меня мы проверим сейчас этих самых но я не знаю эти уланы неудачный неудачный юнит дело в том что он уж крепости будет лана улана еще сделаем лану тоже сюда где-то сюда где кавалерист нету денег отлично я тут рассуждаю уланы не уланы а ну-ка давай догоним этих бьем да давайте сдохните в этом брюки вот так вот копейчик бестолковый мешун с этим нету не меча ничего да ударники не стрелять короче копейчиков этих увольняем бестолковый так же самое как и улан улан это хорошо мне тут за такими гонят дураками вот этим эту нормально где он там копейчику одноручного нету пехотинца глупо это все продолжаем беженец у нас есть налетчик дэшар есть атаман ищущая знамения все сейчас едем продавать этих всех наемный а то у меня нету денег же управление хромой серый так хромой серый уйти так все едем короче в этот самый сингал продавать этих двоих везем всю эту банду так отряд значит так пендерский тяжелый распустить пендерский копейчик распустить легкий улан распустить все рыцари шмидцари а ну-ка идите сюда то не не будем сейчас их трогать пусть бегают и 67 пленных вместе появятся копейчики отдадим их этому самому надо было отдать так надо еще нанять за тысячу патрули в деревне можно нанять за тысячу нанять патруль а ему можно отдать как его называют для атаман разбойников 2600 пендерский пехотинец пендерский миллер сразу отмена нет все едем 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 значит так вековицкие коники отдаем беженца отдаем наемные скауты даем пендерский воители отдаем мастеру меча нам не надо не надо вековистка гонится на людей оставляем мечник наемный скаут наемный скаут отдаем мечник отдаем дешер благородный рейджер наемный воин мечник мечника даю воин отдаем пендерский ополченец пехотинец пехотинец мечник отдаем пехотинца отдаем мечника пендерский кавалериста конный воитель отдаем кавалерист нам хватит надо нам конных воителей и так что мы имеем 71 человек у нас очень мало людей этих самых которые оглушают не убивают а оглушают все у нас есть какие-то деньги до 1700 на хлеб хватит поэтому погнали ловить каких-то этих самых членов так атаковать всеми силами все кавалериста когтей но все равно надо в кого-то их убивать а поубивали всех смеются два беженца разбойник вор и член управление инвентарем замечательный прекрасный потертый стеганы легкие все такое остальное все назад уйти некоторые бойцы готовы к повышению но только не кавалеристки мы не собираемся никуда повышать три человека мы ранили на 35 кавалеристок это много надо было оставить половину шерифу 8 много кавалеристок я боюсь что на этот раз я не наберу для того чтобы заплатить армии 29000 немало людей которые тех чтобы действительно оглушают сейчас убьем каких нибудь лайнс герри этих кавалеристок тоже легче будет не присоединяйся ко мне выйти из боя беги хрен он тебя догонит а я тебя догоню опять он уже не присоединится доники не стреляет вперед поехали ванскери дети воинскери нам надо набить этих да я не знаю надо начинать войну с дэшаром тоже надоело ходе кто нибудь объявит шару войну кто салют он уже устал воевать тс я п х все таки если говорю не стрелять и все равно как он мог убить если он не стрелял крестьянин и 11 налетчиков конечно это совсем не только набивали по это самое по огромной куче этих налетчиков теперь их это рыба 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 уйти они может и готовы к повышению но мы не готовы их повышать видим сендерфол может там продадим пленных и шмотю точно продадим таверну клариса из пента джевен лезвий а ну-ка джевен да тут пленки на продажу есть разбойник налетчик воин член ельди вор красного братства готово все а ну-ка давай-ка скажи мне что за возможность одиннадцать охотника за головами конечно я забираю одиннадцать охотника за головами а ты что хотела поделиться чем да понятно все тут нечем делиться миттенхаймский искать приключения в тебе взял бы но у меня черт его возьми такая огромная армия неплохие эти ребята миттенхаймский конечно так что мы имеем одиннадцать охотников крестьянин пендерские охотники за головами отлично это то что надо пендерские легкие да или ополченцы отмена крестьянин пендерский новобранец пендерские ополченцы пусть будет смотритель шериф кавалеристки 27 кавалериста готова стать искательницами приключений а останетесь кавалеристка до пенсии будете кавалеристами до смерти до гробовой доски кавалеристка он сейчас 15 этих на сундук мертвеца он тут патруль волка предвестника ты предвестник уже идето лазит да так куда ты убегаешь давать тут же на месте это выданность в этих ударники не стреляй не стреляй не стреляй не стреляй не стреляй не стрелять уже алиса на литалдеранском коне чудеса делает алиса молодец алиса у нас не литалдеран как шутокарта вроде как там литалдеран здесь упросили так отлично беженец еще наемник ополчения крестьянка крестьянин все 90 человек армия незаметно разрастается разрастается выехала 70 стала 90 после двух боев стала 90 жалый клепан и жалый короткий все хватит больше не берем так отряд отряд что у нас тут отряд кавалерист к крестьянина убрань заполчение пендерские так все поехали не знаю если так дальше будет продолжаться то наверно воины клана снежного волка ну и шо берсеркер медвежьего когтя ну отрядики по 30 человек ну шо ты куда ты еще убегает стой на месте стой стой стрелять не буду стой давай медведь давай ты дорогой наш медвежонок давай за тебя 600 копеек дают ударники не стрелять и поехали вперед давай медвежонок разрешаю тебе пару кавалеристок зарубить топориком ну не вздумай только умереть нам надо набить ну а я медвежонок уже здесь что-то он пятится пятится остаток пятится боится наверно уже да такой гордый был рассказывал как он порвел там что-то задницу на немецкие кресты ты порвешь себе так беженец крестьянин крестьянка на убране заплачения ну вот еще один сейчас может быть готово управление инвентарем оба шапка медведь ты крутая шапочка у медведей возьмем шапку шлем медведя 43 плюс 6 слабовато так все уходим кто-то там готов к повышению беженец пендерский дозорная позорная крестьянка пендерский на убране такого когти осталось 11 кавалеристок 34 кавалеристки не хотят сдохнуть живучий сут такие давно сдохнуть должны были так как че я назад в этот зендерфул еду мне надо туда уже 99 человек единственное место где можно хоть что-то наловить каких-то там этих повышению три смотрителя пендерские пехотинцы ополченцы беженцы новобранцы городские ополченцы крестьянки дозорные крестьянин пендерский новобранец дозорная стражница не все пошел-пошел опять пошел все сейчас опять наберется 200 человек мусора который надо будет опять ввести в крепость в замок будто они там сидеть в замке ждать когда мы им принесем деньги заплатим за их сиденье сиденья в замке нет уж все начинаем войну хватит сдыша проиграем так проиграем мы все-таки авантюристы посещаем таверну юля стоит ну ты где ты болталась дура такая я не такую броню дал шапку каску все как положено она там так мастерский длинный композитная восьмерочка мне не нужен так лук тот я отдал или талдерану еще взял и отдал он специально вот это прикидывался чтобы его это самая 15 благородный митинг хаймский за 50 тысяч сейчас возьму и куплю еле-еле тысячу что на собирал так все юля где ты там у нас есть юлия поговорить с тобой о твоих навыках пятерка хирургии пятерка первой помощи двести сорок три стрельба из лука нормально юля как юля выше выше делая диза вот это сила наша ну и юля тоже сейчас уже можно будет рисковать тут уже сто человек с юлей вместе оба все равенстве набью войну дыша ну сейчас мы подпишемся под эту войну будем короче громить дыша или дыша у нас кто-то кого-то разгромит я надеюсь что есть варианты орди из привет орди из кошелек пленники медведей тебе продал 9000 она за 29000 пока найдешь какого-нибудь ордиса так на торговую торговец назад уйти 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 так пойдем медведей ловить что делать эти армии гадкие бегают ну можно с джату еще повоевать джату дорогие они много убивают а у нас шо тут есть кухти сокола шрифт смотрители вековийский коник охотники пендерский пендерский может сейчас там вот это кавалеристки только одни можем бить кавалеристок вековийская городской охотник новобранец ополченец дозорная стражница пехотинец находник смотритель смотрите шрифт ну вот когтей тут у нас так это у нас 40 45 человек их когтей всадниц ну еще там сколько-то пехоты можно попробовать какие-нибудь мягкие джату зажать это там губа не только не этих мнение это слишком большие это не джану это джату не там глистые горы глистых горах нет много их слишком не ну иметь бы конечно вот так вот можно было бы за несколько раз их разгромить но смысл в чем непонятно просто разгромить для того чтобы разгромить ну можно наверно если у меня есть в замке две тысячи если сейчас давай красная долина если я сейчас на них нападу по курсе их убегу вот все дадут долл 14 тысяч бегом сюда налетчики клан сейчас мои начнут разбегаться денег нету все понятно все пошли все вперед и ударники не стрелять пехота пехотинцы пехотинцы пендерские воители конные конных воителей усадников пендерских кавалеристов джата совсем сейчас я одна надела и вперед пехоти девки бестолковые бесполезные непонятно как это медведь, убери соль поглушен, слава богу медведь скользкий такой, как намыленный дерзай туда-сюда перегримы, беженцы, налетчики беженец, член, вор бандит, грабитель, воин разбойников не берем, готово так, инвентарем лошадь какая-то тут есть да не будем мы брать этот инвентарь меня уже от него бесит перекладываешь туда-сюда этот инвентарь, стражница вековийская грабитель, бандит ну все, давай какие-нибудь джату поймаем, мелких-мелких и так постараться чтоб они не так до вас дошли слухи о том, что местное руководство из Амиринь деревни на которую претендует княжество Дашар недовольно тем, как с ним обращаются и хозяева из империи Бакус вот ну вот это теперь у них уже не знаю, как они отвертятся от этой войны давайте, там же еще империя вроде не отказалась от войны вот джату 39 джату у них есть берсерк берсеркер медвежьего кухтя еще джату ух ты 79 атаковать все, стоим на месте ждем 79 они могут сейчас нас развалить надо что-то они конечно такие ребят так значит вот так вот все вот так и ударники не стрелять все спешно беру свою дубину и Та, зараза, не успел вернуться от этого партия. Та, дайте мне его, он меня копьем ударил. Нифига, нифига, давайте стягивайтесь. Все сюда, значит, короче. Буду держать позицию. Угу. Дайте все вот так. я истинно праздник хотим, откуда они все здесь я истинно что там лошадь хрюкнула, я так понял, а? так, сколько их есть? 22, 25 где они там все эти джату разбежались угу, короче так, дерево, дерево значит все держать позицию а, блин вот это я не предусмотрел а теперь вот, все атаковать все эти джату они нахрен они разбегаются по одному со своими копиями ну и так, хрену хлопцы, фишки не так тридцать семь пленных, нормально тридцать семь джату стоит, дурак ну и своих этих кавалеристок трохи положим, что ж тут тут какие-то неубиваемые бестолковые, они нам не нужны, эти кавалеристки ну все, девки уже начали стрелять ну и когти этих побьем много, ничего страшного но когти еще появятся а нам сейчас наберем этих пендерских воителей конных да надо же, а городской ополченец убил на летчика джату молодец, городской ополченец прежать эдис убил ну понятно эдис хорошо стреляет из лука и того эдис ну так 37 и осталось в этих тридцать семь и ранее ну-ка дай дай 38 юля молодец не 37 почему он убит она же ударила этим самым должна была глушить юли нечем убивать что-то тут не то почему и чем они убивают если она ударила куалой так налетчик джату взять уланы боевые всадники военачальник здесь эти воин налетчик на листые горы это хороший парень но возьмем их пендерский пехотинец мечник охотник за головами стражница вековийская вековийский вековийский коник нету денег твою опять денег нет хромой боевой конь джату хромой гунтер джату чем этот а ну-ка оставь посмотрим чем этот гунтер может этот гунтер джатывать чем-то хромой серый рысак ржавый шлем маска помятые гвардейские сапоги готовы к повышению а нету чем повышать денег нету а куда я вообще еду стоп ну да я правильно еду я думаю ну сейчас я наделаю пендерских всадников и попробую повоевать с ними с джату если сейчас они там за это самое тогда я подпишу потому что все таки равенстерн одно королевство ненадежно давай же едь быстрее бойцы готовы 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 таверну но есть торван оборван воин блистый гор пилигрим беженец наемный налетчик кулан боевой всадник вот так 14 берсеркер шаман джату хорошо стоят блин все едем так на торговый площадь едем за нашими зачем там отличное турнирное копье то не надо мне сейчас отличное турнирное копье серый рысак так что этот хромой гунтер джату то вот хромой боевой конь боевой конь джату есть ну ладно пусть будет боевой конь джату пока хромой здесь хромать хотя нам он нафиг надо бы его продать с торговцем разными товарами это значит вот это вот мы купим вот это вот все назад назад уйти и теперь начнем повышать грабитель бандит беженец пендерский бандит наемник вековийские коники стражница опять вековийская пендерский пехотинец охотник за головами смотритель смотритель шериф у нас еще шерифы живые даже есть юля поговорить с тобой юля он ты болтала слышь как ты хорошо себя ведешь 18 15 16 17 ловкостью юли надо бы и на езду верхом здесь а зачем она на прекрасно стреляет из лука перевязку нет юлина не перевязку люди надо живучесть лучше и надо на прекрасно стреляет из лука юля так зачем ей за это самое ездить вверху кавера поговорить в ваших навыках кавера каверы все 18 мы начинаем качать есть сил сильный бросок сильный удар у каверы владение оружия пятерка сильный удар стрельба из лука двухручная все готово давай давай кавера все едем берем значит много конницы и будем ловить жаду далеко конечно ехать вот это что плохо до этих жаду рыцари льва верные рыцари вечного креста здесь у дезертиры не будем гоняться за стрельщиком этим сорлеонскими так повышению стражница вековийская бандит наемник пендерский пехотинец пендерский мечник пендерский ополченец смотрите шериф наемник наемный воин то сейчас наберем наемных наемных всадников наберем пендерский всадник и будем воевать без вариантов что сделать разместить гарнизон так наемный воин наемник воин мристи вор бандиту кавалеристка сокола у нас уже всех перебили соколов когать сокола опять есть ну ладно пусть эти когти уже тут сидят кавалеристки эти неубиваемые я не знаю что с ними делать наемный всадник наемный скаут нет скауты не нужны пусть пока погуляют пендерский улан пендерский легкий улан пендерский конный воитель пендерский кавалерист пендерский кавалерист пендерский кавалерист готово кто мы тут сейчас что-то наводим лесные бандиты не отреагировал так что вы сука их надо бить нахрен тут козлы этих сейчас если они не отреагируют пошуты нахрен он присоединяется выйти из боя козел вонючий я тебя просил присоединяться гныда разгромите его нахрен этого козла ай тут понабежала уже сразу этих харьков бегают сзади на присоединяются да кто такие стоп рыцарь оступник дэшар а ну давай гадь еретики какие-то пульгуют так пехотинец мечник пендерский смотритель шериф аковийский конник вниз на грыль почему я не отдал его вниз пехотинец мечник вниз конник виска вниз пендерский ополченец вниз все готово убиваем их сингалийских сингалийцев какой-то глюк это глюк какой-то какой-то пирожные сейчас пинерских перебьют ну задолбали дедовики надо ввязываться в войну нельзя содержать армию так короче вот это вот у тебя тугой он меня ударил копьем ну то что вы по этому поводу думаете или нет с шерифом оглушен всадники что то что то гуляют все такие никто никого не убивает а то что тут за провод ланцы наглушил молодец бит наемный давайте-ка до 305 докачал так все продолжить рыцарь отступник сквайр отступник дыша я думаю что это будет уже как-то копейка какая-то треснутый шлем мод конечно тугой с этими самыми с лутом плохо и пленами плохо так смотрите шериф приемный всадник не качается вековийский коник качать отлично ансен поговорить с тобой ансен о твоих навыках ансен у тебя 18 ловкости я тебе могу дать владение оружием могу дать тебе владение оружием и древко я тебе могу добавить все ансен готово едем назад искать ловить кого то я не знаю скорее всего надо ехать вот так джату далеко конечно эти джату далеко вот чем прикол и и возить их шо разбойники шо разбойники шо разбойники и 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 Получи! Разбежи! Думайте, вы разбойники! Вы бабки! Бабки! Вы бабки! Вы наши бабки! Разбойники! Ну там, давайте! Наемные вссальники убивают! Они убивают! Наемные вссальники! Всё, перебили всех! И всё ранило 12! Бур, бандит, член гильдии, беженец! Так, готово! Управление инвентарём! Всё! Всё! Назад! Уйти! Сингол! Кудник за головами, смотрите! Настя, что я говорю! Не знаю, что делать! Посетить-то верно! Надо объявлять войну! Дешару! Надо тупо объявлять войну! И не думать ни о чём! Потому что, заинтересовать рыцари-отступники! Сквайры-отступники! Потому что, надо содержать армию! Это невозможно! Надо! Расширять своё присутствие! Значит, надо эти самые каких-то! Ммм... Замки, деревни надо! Всё это надо! Чтоб содержать такую армию! А без такой армии нельзя воевать! С какими-то джату ни с чем! Ну, ты всё! И тут, получается, замкнутый круг! Хочешь воевать, значит, надо большая армия! Так, едем в вековистских всадников! Отдадим! Наемных, наверное, тоже отдадим! Всадников! Дорого они стоят, наверное, продолжить! А, управлять гарнизоном? Да нет! Управлять гарнизоном! Наемный всадник! Восемьдесят пять копеек он стоит! Вот и всё! А пендерские эти стоят под сорок две! Вот мы, короче, этих наёмников отдаём! Чёртовой матери! Берём вот этих... Кавалеристки эти! Пятьдесят семь! Ну и всё! Вулан! Конные войны! Кавалеристы! Кавильские конники! Отдадим! Мечник! Берём! Берём пехотинцев! Пендерских пехотинцев! Что у нас ещё есть? Беженцев! Берём! Пендерских новобранцев! Берём! Всё! И потихоньку двигаем в сторону джату! у нас 28 тысяч евро дорогие эти всадники они хорошие но недорогие хоть и так и казалось бы там вроде бы не не конечно результаты они вроде так казалось бы тосют но они дорогие сейчас будем качать воители смотрители уланов всадников пендерских и посмотрим на что они способны готовы к повышению у нас есть 19 тысяч пендерские новобранцы пендерские ополченцы ополченцы пехотинцы мечник кавалерист пехотинец мечник мечник высший пехотинец у нас уже есть кавалеристы и ванны смотритель шериф кавалеристка для смотрителя можно даже вниз опустить так пониже это самый все равно кто будет убивать а я не шум не терять их ну вот но суды шары дышали но можно было конечно завязаться с ними их много-много они могут тупо задавить числом эти пендерские эти как их называют ну вот и все так ну ладно у твой инскери есть и короче мы сейчас на них нападем нападем продуманных и равен стенбе а это не ж боюсь дышал сейчас да посмотрим задание фракции ты шар давают равен стен дышат подвергается право конца 100 и вот-вот может начать войну начни войну дышал да это мы все узнаем наверно следующей серии да а пока что